Сегодня же глава Чувашии поздравил с Днем Знаний тех, для кого 1 сентября должно стать главным праздником в жизни. Будущих педагогов. Подробности в сюжете Дмитрия Ковалева. Студенты самого старейшего вуза республики 1 сентября по традиции отмечают одним большим и дружным коллективом. С утра у входа в филармонию было негде и яблоку упасть. Профессия учителя набирает популярность. В этом году на одно место в университете претендовало 11 абитуриентов. В итоге первокурсниками ЧГПУ стали более 1200 человек. На порядок увеличились и средние баллы ЕГЭ. Радует то, что профессия учителя начинает, во-первых, осознанно выбирать. И качество абитуриентов, студентов из года вот растет. Если в прошлом году средний балл был 63,6, и, кстати, самый высокий балл среди педуниверситетов, то в этом году уже 66,7. То есть это говорит о том, что выпускники идут с хорошими знаниями и мотивированы в получении будущей профессии. Уже на протяжении трех лет ЧГПУ признают эффективным вузом. В этом году университет улучшил свои показатели. Наш университет дает возможность не только в учебной деятельности, но и в проектной. Например, этим летом я стала участником Всероссийского молодежного образовательного форума Таврида в Крыму. И получила грантовую поддержку на реализацию своего проекта в размере 200 тысяч. Это очень здорово, что я выбрала именно этот вуз. Я шла именно по художественной специальности, а самое доступное это было здесь, ближе к дому. Студенты университета успешно занимаются и поисковой работой. Отряд вуза «Память» каждый год выезжает в экспедиции по местам боевой славы. Главе республики показали последние находки, оружие, фрагменты снарядов и личные вещи солдат. Хотя это не просто ездить в экстремальном условии, но это закаливает ваш командный характер. Уже готовы к любым экстремальным условиям. Поисковая работа привлекает прежде всего свои атмосферы, которые там происходят. То есть вот эта атмосфера патриотизма, когда ты понимаешь, что эти люди, они погибали за тебя, что ты все-таки гордился ими, гордишься до сих пор и должен увековечить их память. Поздравляя студентов, Михаил Игнатьев отметил, что в республике для педагогов продолжат создавать комфортные условия. Мы, вы знаете, строим новые детские сады и будем строить. Строили и будем строить новые общеобразовательные школы. Нам важно иметь профессионалов, специалистов, которые развивали бы реальность технической экономики. Но для того, чтобы развивать реальность технической экономики, учителя с большой буквы должны готовить этих специалистов, чтобы они на наших традициях, на духовно-нравственной основе воспитывали своих любимых студентов. Количество студентов не уменьшается. Бюджетные места, которые вы сохраняете на уровне федерации, они пополняются достойными студентами. И в этом году мы приели на первый курс 1215 студентов, из них 928 на бюджетной основе. И это говорит о том, что система образования государства заводится о педагогических кадрах, и эта тенденция только будет нарастать. За годы своей работы университет подготовил более 50 тысяч специалистов. Многих называют гордостью республики. Сегодня на сцене чествовали преподаватели вуза. Лучшим из лучших вручили благодарности и почетные грамоты. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика. Итоги социально-экономического развития подвели накануне в Шамуршинском районе. В рамках рабочей поездки по муниципалитету Михаил Игнатьев побывал на предприятии по строительству и ремонту автодорог, мостов и водопроводных труб. Посетил производственно-строительную базу в селе Шамурша. В Шамурше полностью отремонтировано производственное здание, приобретена новая автоспецтехника. В текущем году заключено 6 государственных контрактов, отметил гендиректор предприятия «Ремис» Минхайдяр Юсупов. Создание базы предприятия с миллиардным оборотом на территории района полностью себя оправдало и имеет большое значение для местной казны, отметил Михаил Игнатьев. Он оценил качество продукции и указал на необходимость наращивать объемы. Самое время внедрять в производство новые технологии с учетом отечественных разработок. Реконструкция и расширение трассы Нижний Новгород, Чебоксар и Казань обещает дополнительные заказы. На основании изучения... Эта дорога федеральная будет реконструироваться по две полосы движения в каждую сторону. Четыре полосы в целом будут. И практически десятки, сотни, миллиардов рублей будут выделены. Швыршинский район завершает первое полугодие с позитивной динамикой по ряду направлений реального сектора экономики. Главным инструментом проведения социальной, финансовой и инвестиционной политики на территории муниципального образования является районный бюджет. На 1 августа 2016 года исполнился по доходам в сумме 116,5 миллионов рублей, что составляет 80% в уровне аналогичного периода 2015 года. Поступление собственных доходов, налоговых и неналоговых, составили 101% в уровне аналогичного периода 2015 года. В Швыршинском районе реализуется 8 инвестиционных проектов. Государственная поддержка сельхозтоваропроизводителям района в первом полугодии составила 117% к аналогичному периоду прошлого года. Есть вопросы, которые муниципалитет может решить только при поддержке правительства Чувашия. Волнение социальных обязательств перед гражданами является приоритетом государственной политики. Более 7 миллиардов рублей в текущем году будет направлено на социальную помощь жителям Чувашия. Глава республики сообщил, что на контроле и заработная плата работников бюджетной сферы. Предполагаемая динамика роста в реальном секторе в этом году составит 5,5%. Соответственно, увеличится и заработная плата бюджетников. По эффективности управления общественными финансами, это деньги народные, по сути дела, мы среди 85 субъектов Российской Федерации занимаем 9 место. В завершение встречи Михаил Игнатьев отметил, что Шимуршинский район поступательно развивается. Одним из главных ресурсов повышения потенциала муниципалитета является поддержка предпринимателей. А они, в свою очередь, готовы вкладывать средства в создание новых производственных площадок. Родион Архипов, Татьяна Раевская, Сергей Адушкин. Республика. Редактор субтитров А.Семкин